Ахмад Салихович Главная задача – это мониторинг и обработка всех видов обращений и сообщений, которые поступают в органы государственной власти и органы муниципального самоуправления через интернет. Мы именно являемся инструментом, который помогает, с одной стороны, жителям республики доносить свои проблемы и чаяния до органов власти, с другой стороны, мы являемся помощником органов власти, помогаем им находить эти самые обращения, даем им определенные стандарты того, как нужно работать с жителями в интернете, ну и в целом помогаем нашим органам власти взаимодействовать с жителями именно посредством социальных сетей и интернета всего в целом. Инициатором создания Центра управления региона был наш президент Владимир Владимирович Путин. Согласно его указу, к декабрю 2020 года Центры управления регионом должны были появиться во всех субъектах Российской Федерации. Впервые подобные сервисы появились в Татарстане, в Московской области, затем в Москве. Потом на примере именно Центра управления регионом Московской области, который был создан, и было дано поручение транслировать этот опыт на всю страну. Ахмат Салихович, каким образом можно заявить о своей проблеме? Любым удобным для вас образом. То есть, о чем идет речь? Вы можете написать пост на своей странице в социальных сетях, он к нам обязательно попадет. Если ваша страница, конечно, является открытой. Вы можете написать комментарий на любой официальной странице любого органа государственной власти или органа местного самоправления. Вы можете написать комментарий также на любой крупной странице, которая не принадлежит органам государственной власти. То есть, фактически, вы на любой открытой странице можете написать свой комментарий, где должны перечислить существующую проблему, либо ваши вопросы, и оно должно обязательно попасть к нам в работу. Мы знаем о системе инцидент-менеджмента. Расскажите, пожалуйста, подробно о ней. Инцидент-менеджмент – это программный комплекс, который позволяет автоматически находить те самые обращения и сообщения в социальных сетях. То есть, по сути, это программа, которая ловит эти обращения, и затем у нас в программе возникает инцидент, загорается лампочка о том, что появилось новое обращение. Работает она автоматически. Была разработана нашими коллегами специально для нас, но идея тоже не нова. Такой принцип раньше применялся в бизнесе, и, может, кто-то помнит, если еще лет 10 назад можно было где-нибудь в Твиттере написать жалобу на какую-нибудь крупную компанию, то в течение короткого времени появлялся ответ, где компания приносила либо свои извинения, либо они начинали какую-то проверку. То есть, бизнес начал заниматься этим очень давно, но через какое-то время пришло понимание, что государство тоже может воспользоваться этим инструментом и взаимодействовать с жителями на более новом качественном уровне в интернете. Она удобна в пользовании? Да, она достаточно удобна. Скажите, пожалуйста, ведется ли мониторинг обращения граждан, и как понимает заявитель, что его обращение было принято вами? После того, как обращение попало в систему, дальше оно на тотальном контроле, как со стороны нашей, так и со стороны различных подразделений администрации президента Российской Федерации. Система сквозная, там все видно всем, поэтому скрыть ничего ни от кого невозможно. Далее человек понимает о том, что его обращение принято в работу. Если мы возьмем нашу республику, у нас среднее время ответа – это менее часа по итогам года. Естественно, здесь, понимаете, мы перешли на абсолютно новый уровень. Если раньше по стандартные обращения, по 59-му федеральному закону, бумажные, они рассматриваются в течение 30 дней. То есть здесь речь идет о часах и минутах. Ну, здесь, в принципе, когда мы в течение часа даем человеку ответ, он уже понимает, иной раз у него проблема, он понимает, что ей занялись в большинстве случаев, но иной раз за это время, в принципе, его проблема бывает решена. Конечно, это мы говорим не обо всех случаях, это там, где какие-то там быстро решаемые вопросы, либо если он задал какой-то там вопрос о порядке получения, например, какой-нибудь субсидии, ему сразу же в течение 15-20 минут, полчаса дают ответ, где полностью объясняют, может быть, проблема исчерпана. Раньше он ждал бы этот ответ в течение недели, двух, может, месяца. Ахмад Салихович, скажите, пожалуйста, сколько обращений к вам поступает за месяц? Тяжелый вопрос, потому что у нас год был нестандартный. В связи с закрытием некоторых социальных сетей у нас значительно изменилось интернет-потребление у пользователей, и, соответственно, и у нас там произошло некоторое падение. Поэтому у нас средняя цифра по месяцам сказать, наверное, не могу. В начале года, ну, точнее, в апреле, в мае было достаточно большое снижение. Сейчас у нас в среднем обращений в месяц бывает 700-800. Расскажите, пожалуйста, об итогах вашей работы в 2022 году. Более 5,5 тысяч обращений. Все 100% попадавших в систему инцидент-менеджмент были обработаны и отвечены. Далее, что еще у нас было? С 1 декабря 2022 года вступил в силу федеральный закон, так называемый, о госпабликах, где все органы государственной власти, государственные учреждения, органы местного самоуправления должны завести официальные страницы в социальных сетях. Вот. Этой работой также занимались мы, успешно достаточно ее провели. Далее мы провели немало образовательных мероприятий для сотрудников. Фактически год, мне кажется, закончился хорошо. В том числе ряд наших сотрудников были награждены различными наградами. Больше 5,5 тысяч обращений вы обработали в предыдущем году и все на 100%. Скажите, пожалуйста, какие планы вы поставили себе на этот уже Новый год и задачи в работе вашей? Текущий год очень много. Во-первых, хотелось бы перейти от ситуативных каких-то решений, от тактики к стратегии. Значительная часть нашей работы связана с тем, чтобы на основе анализа всех поступающих обращений разрабатывать какие-то управленческие решения и предлагать их руководству региона для того, чтобы снижалось это количество обращений. Конечно, хочется, чтобы в этом году, опять-таки, проблем у людей было меньше. Мы же понимаем о том, что вся наша работа, она в принципе, ну, мы сейчас цифры какие-то озвучиваем. Но на самом деле за каждым практически из этих обращений стоит какая-то семья, у которой есть какая-то проблема, с которой она обращается. И даже один решенный какой-то вопрос, он все равно приятные ощущения вызывает, да, там, внутри, как у меня, так и у всех наших сотрудников. Ну, на наш взгляд, мы занимаемся полезным делом для жителей нашей республики. Конечно, хочется пожелать, чтобы не требовали от нас тоже слишком многого, возможности у нас ограничены. Вообще, я об этом не перестаю повторять. Сами проблемы решаем не мы, проблемы решают органы власти. Мы лишь оператор этого диалога. Ахмад Салихович, Вы рассказывали о работе Ваших сотрудников. Вот как думаете, вернее, Вы знаете, какими качествами должен обладать специалист, работая у Вас? Ну, в первую очередь, это отзывчивость, человечность, потому что здесь, ну, без этого никуда. Да, мы не гоняемся за сухими цифрами, да, каждая, вот эта проблема, она задевает вот чувства этих людей. Поэтому, если человек внутри, у него вот не загорается, то ему будет сложно у нас работать. Ахмад Салихович, спасибо Вам за интересную, в то же время очень познавательную беседу. Желаю Вам успехов в Вашей непростой работе. Спасибо. Спасибо.